здравствуйте, при установке Windows 10 обычно можно выбрать редакцию пользователь может выбрать что установить Windows 10 домашнюю или Windows 10 Pro однако окно выбора редакции появляется не всегда если на ваш комп или ноут Windows был предустановлен производителем то это окно появляется не всегда и принудительно устанавливается заводская редакция в видео решим проблему, приступаем обычно окно выбора редакции появляется после нажатия на кнопку Установить или после вот этого окна, где нам предлагают ввести ключ продукта и где большинство пользователей нажимают на кнопку У меня нет ключа продукта если у вас сразу же появилось окно лицензионного соглашения а может быть вы уже дошли до окна выбора места установки то очевидно, что в этом случае окно выбора редакции уже не появится делаем следующее прямо здесь в установщике Windows вне зависимости от того какое окно перед вами нажимаем одновременно клавиши Shift плюс F10 при этом открывается командная строка переключаюсь на английский язык как правило это комбинация Alt Shift и ввожу команду notepad.exe нажимаю Enter запустился блокнот здесь печатаю левая квадратная скобка далее Channel закрываю правую квадратную скобку нажимаю Enter для перевода строки и здесь печатаю слово Retail текст напечатан теперь нужно правильно сохранить этот файл для этого нажимаю File сохранить как сначала правильно выберем место куда его сохранять для этого можно нажать на кнопку Этот компьютер или нажать вот сюда на выпадающий список и выбрать этот компьютер здесь опускаюсь ниже как я уже сказал в данный момент я загрузился с флешки именно на эту флешку и нужно сохранить файл который я только что напечатал нужно найти эту флешку здесь в проводнике мы видим все диски и разделы имеющиеся на данном компьютере начнем снизу BootX это виртуальный раздел который образовался в результате загрузки с флешки это та оболочка в которой я сейчас работаю то есть оболочка установщика Windows в данном случае она нас не интересует CD дисковод это физический дисковод который есть на данном ноутбуке на самом деле это DVD дисковод мои файлы это раздел на жестком диске этого ноутбука локальный диск помеченный буквой E это раздел на жестком диске на который установлена операционная система Windows в данном случае оболочка присвоила этому разделу букву E а не C как это бывает в установленной операционной системе все перечисленные разделы нас не интересуют далее мы видим здесь вот такой раздел который обозначен ESD-USB это и есть загрузочная флешка если вы создавали загрузочную флешку с помощью утилиты Media Creation Tool то у вас здесь будет такая же метка или очень похожая выше есть еще раздел загрузчика с зарезервированной системой но он нас в данном случае тоже не интересует открываю загрузочную флешку для этого я кликнул по ней и нажимаю кнопку открыть если вы при создании загрузочной флешки ничего не меняли то есть флешка у вас для одной разрядности Windows то у вас здесь сразу видна папка Sources которая нам и нужна вот так это будет выглядеть если же вы при создании загрузочной флешки выбрали обе разрядности то папку Sources вы здесь не увидите здесь будут вот такие две папки каждая для своей разрядности я сделал именно так и вы видите что у меня здесь папка x64 и x86 нужно открыть папку с разрядностью которую в данный момент мы устанавливаем то есть выбрали в начале установки Windows я выбрал разрядность x64 и соответственно открываю эту папку выделяю и нажимаю Открыть внутри папка Sources также открываю ее именно сюда нужно сохранить созданный файл здесь внимание первое что нужно сделать это в поле Тип файла я нажимаю на выпадающий список и выбираю все файлы вот так обязательно проверяю кодировку ниже вот здесь нажимаю и выбираю точнее проверяю чтобы была выбрана просто УТФ-8 без спецификаций теперь печатаю имя файла английскими буквами кликаю вот сюда и печатаю вот такое имя проверьте чтобы было без ошибок иначе это не сработает я проверил нажимаю Сохранить теперь можно проверить что файл сохранился правильно для этого нажимаю снова Файл открыть теперь у нас уже открылась нужная папка Sources и мы просто выбираем здесь все файлы и смотрим на букву И английскую вот наш файл закрываем все окна блокнот закрываем закрываем командную строку и окно установщика также можно закрыть здесь нажимаем Да теперь просто снова нажимаем на кнопку Установить и перед нами открылось окно выбора редакции можно выбрать нужную редакцию и продолжить установку если для создания загрузочной флешки с Windows 10 вы использовали популярную программу Rufus и в процессе создания не меняли метку флешки на собственную то в Проводнике вы увидите метку похожую вот на эту процесс создания и сохранения файла ei.cfg аналогичен тому как мы уже рассмотрели конечно создать такой файл можно заранее например сразу же после того как вы создали загрузочную флешку то есть из-под Windows для этого флешка должна быть подключена к вашему ПК или ноутбуку я подключил её у меня работает автозапуск я закрою это окно и открою Проводник вот моя флешка создаем текстовый документ можно создать его прямо на рабочем столе если у вас скрытое расширение файлов как у меня здесь сейчас то лучше сделать их видимыми для этого нажимаю вот сюда выбираю параметры папки поиска перехожу на вкладку Вид я показываю на примере Windows 7 здесь опускаемся в самый низ и снимаем вот эту галочку скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов нажимаем Применить ОК расширения появились открываю файл и здесь печатаю то же самое на английском текст напечатан теперь нужно правильно сохранить файл нажимаю Файл Сохранить как в Проводнике выбираем флешку здесь всё аналогично тому как я уже пояснял то есть если мы будем устанавливать версию x64 то открываем именно эту папку и внутри открываем папку Sources сохранять будем прямо в эту папку в поле Тип файла нажимаем на выпадающий список и меняем на все файлы далее кодировку меняем на УТФ-8 теперь кликаю в поле имя файла и печатаю название файла нажимаю Сохранить этот файл можно закрыть теперь давайте проверим на месте ли наш файл папка Сources опускаемся до буквы И английской и мы видим что файл с правильным расширением после этого можно использовать флешку для установки Windows тема создания файла конфигурации и вообще настройки автоматической установки Windows не исчерпывается рассмотренным нами простым примером можно сделать так чтобы Windows устанавливался практически без присутствия юзера если тема интересная поддержите это видео своими лайками и комментами и в одном из следующих видео будем копать глубже чтобы не пропустить эти новые видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотры лайки и комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал меня зовут Евгений Юртаев до встречи я благодарю в связи субъектом субъектом